так вот наконец-то бочит и меня прям я тут уже петь начал и думаю ничего этого не надо хорошо но по сути у нас уже 900 по моему по московски может мы тогда уже и не будем технически сразу и начнем общаться конечно я не ну все слава богу это я думал надо будет технически какое-то все перенаправление делать мы все слава богу но еще раз мои дорогие друзья братья и сестры субботний вечер прямой эфир замечательным батюшка из америки пару слов он конечно скажет о себе батюшку зовут вот как батюшку зовут надо же подписать так надо чтобы же все видели мило милова милован милован я так быстро не подпишу ну ладно в общем запомните мои дорогие батюшку зовут милован сразу говорю я только вот посчитал но батюшка скромничает я только посчитал он владеет одиннадцати языками это бесцерковно славянского так что если кто не русский там с франции как минимум можете и на французском давайте конечно да батюшка не хорошо говорит я такой на украинском но немножко ошибается по-русски поэтому батюшку уж поймите но очень да чуть-чуть с ошибками очень-то мой дорогой ну расскажи пару слов о себе где ты служишь много ли у тебя пасты и самое главное как ты пришел к вере так я освященник болгарской православной церкви у меня есть два прихода один в чикаго другой в бафалу стейт нью-йорк он и меня одного одной церкви до другой девять часа езди не так близко другое священник болгарской православной церкви и наш митрополит 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 иосиф он дал благословение открытили еще одну парафию бафалскую парафию я открыл приход я открыл две тысяч тринадцатому году и тогда это это этой приход назвали всесвятые но приход который сейчас у меня есть у чикаго я открыл два года назад и он называется двадцати шесть святых зографских мучеников которые постраждали пришествием римлянов римокатоликов на афон и я не знаю конечно люди может быть знаю историю святых зографского монастыря 26 святых зографских мучеников страждали были запалены от римокатолики потому что они не хотели принять католицкую веру но у нас есть девяносто 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 35 процентов людей которые были бывшие католики и они переходят из католичества в православие правильно конечно они они это кроки уже сделали стали православными христианами вы знаете этот приход в котором я являемся священником и настоятелем он приход 95 процентов людей которые приехали в Америку с западной украины и они как иммигрировали конечно но они раньше были хрещены у православной веры нам всем конечно мы все знаем что на украине есть московская патриарши украинская православная церковь московская патриарши они были все хрещены московским патриархатом но по потом девяносто девяносто первый год он принес это украину которая стала незалежна и принесли открытием парафия к церковь греко-католических греко-католических и отнимание православных церковь от разбойническим чином от русской православной церкви и так люди вечером были православны а утром проснулись я у католической веры и они это и не поняли моя должность была им открыти глаза и пояснить что они не в той вере которые были крещены и они конечно знающие правду обратились и назад у православных спрашивает по национальности бачка кто я серб по национальности ну ты говорил у тебя папа серб да 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 ну вот скажи бачка дорогой тяжело ли вот было сразу найти общий язык с людьми или же они достаточно очень открыты добродушны вообще вот православные иммигранты вот православные русские или украины или украинцы в америке они отличаются от русских в россии или украинцев на украине вы знаете для меня это вопрос личной природы потому что люди они как как православные в руси имеют свою традицию так само и украинцы другой народ греки сербы болгары у них есть своя традиция которая не отличается и ничего не делает против канона святой православной церкви и если они держатся держатся своих традициях у складу с православием это 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 просто богатство с украинцем чуть чуть другое потому что русские принимают и принимают священника и они привыкли что у них был строгий батюшка или священник а украинцы тоже но тут отличается одна одна речь люди которые приехали здесь в америке они больше стали открыты до бога до людей а как ты думаешь почему они только более более открыты стали я думаю если бы я был на украине или руси тоже люди приняли мое действие какое такое но тут в америке они никогда не 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 идут к тому кто и что иное по национальности они более более открыты до до православной веры более открыты до до отношения к людям и принимают это что священник скажет потому что в америке не только болгарская церква а и русская православная церква есть сербская грузийская сирийская атеохийская церква греческая церква ось ей бывшая бывшая митрополия русская и люди уже привыкли на другие церкви если что-то там ему в церкви не нравится он пойде до другой церкви если ему батюшка тоже не нравится он у его есть у его есть возможность поменять церку ну вот спрашивай на каком языке батюшка служит у церкви которая у бафалу у меня служба ведется на румынском языке пятьдесят процентов двадцать пять процентов и на церкви на славянском и македонский русский украинский это такая одну и ту же какую-то иктиню допустим паке-паке ты на разных языках говоришь да ну конечно починаю починающий с церкви на славянском благословен царство а потом и русский украинский язык до до мало активнее а потом будет мало активнее на украинском великое активнее на русском языке потому что люди это это пятьдесят процентов в румынии из молдавии и большинство людей и поэтому пятьдесят процентов половина на румынском языке вот такой интересный батюшка вопрос я видел фотографии где ты служил в небольшой комнате не комнате даже небольшая квартирка бы я сказал и она вся забита людьми ты говорил что до двухсот человек в воскресенье на службе было да так вот вот этот феномен он по сути очень удивительный потому что на в даже в большонаселенном там станице вот тут как я служу до 36 тысяч населения 50 человек на службе это что что ты делаешь скажи чтобы вот так вот народ захотел вот дай добрый совет может быть другим батюшка который тоже будет смотреть эфир они у меня же попросили чтобы я сохранил этот эфир чтобы они могли потом посмотреть что ты вот говоришь людям чтобы они так шли вот желали вот этого богообщения на литургии вы знаете честно сказать я вам скажу если хотите чтобы люди к вам шли надо быть любили люблящим если вы любите тогда и люди вас люблять и надо любить всех людей надо любить и если надо и кричать на людей за их дело это надо как-то хороший папа никогда не задерживает своего своего сына свою дочку у какому плохому состоянию это это нормальное дело ну у вас батюшка там много происходит чудес я думаю было бы интересно услышать людям вот и вы говорили что зачастую часто они бывают вот какие вот такие вот самые запоминающиеся у нас как знаете батюшка у нас есть чудеса который сам господ делал ними дети начинают говорить у нас бывает так что люди которые были больные раком они стали здоровыми было так и даже женщина которая была в церкви она умерла а потом воскресла было очень много чудес и если бы рассказывали только против чудес которые были у нас и я думаю что это бы эфирный нахватил этому поэтому я могу могу вам сказать что это случилось с женщинам которая воскресла она в 68 лет пришла к богу и человек был поляк самым тем что он не поляк он был католиком и когда он несколько раз приехал в нашу церковь и был на службе он почувствовал эту эту благодать божию и захотел быть православным и ничего мы его попросили и тогда им сказал вам надо брать и быть в браке так жить без брака не надо и они пошли до церкви хотели повенчаться венчание этого было и после евангелия после повенчания когда я венчал она умерла там было четыре медики были докторы которые подтвердили что у ее дыхание дыхание не было она померла после 30 минут слава господу богу молитвами я просто сказал своими словами господа варни назад дух у тело и это так и стало я открыл открыл глаза я и сказал я открыла и встала это эти чудеса которые были в нашу у церкви я думаю что наибольшее больше привыкают людей до нашей церкви они будут как люди они говорят но ты не простой давай честно признаемся что по благословению твоего епископа ты занимаешься вот гоняешь бесяк конечно экзорцист экзорцист да по благословению нашего митрополита которые если хотите я вам скажу как этого было за католики тут вообще принято и у православному миру что люди которые хотят заниматься экзорцистом экзорцистом они у них надо попросить первое благословение митрополита епископа и когда я сказал своему митрополиту вы дайте благослову владыка чтобы я читал молитвы на экзорцистичке а он мне сказал так если ты молитвы пишут у требнику это надо читать я я когда тебя освятил как священника я освятил тебя чтоб ты читал всех молитвов и за меня не существует ни одна молитва которая у требнику за которую тебе надо специальный дозвол если надо читать кому читай и тогда один православный епископ который не буду сказать которую юрисдикцией находится а каноничный православный епископ задал мне питание у вас есть бачушка дозвола митрополита читать экзорцистичке я сказал конечно есть а он сказал а я могу видеть этот документ я кажу владыка вы знаете что христос воскрес вам донесли такую новость он он сказал конечно что знаю а где вам документ и больше никогда никого больше вопросов не было по тому так я сейчас быстренько пролистаю но ты так и не ответил на первичный вопрос который тебе вначале задавал как ты к вере пришел то ли с детства то ли по каким-то обстоятельствам всегда всегда у нас не было так как у руси у бывшему градянскому союзу это не было что люди не ходили до церкви она в югославии было ну это дозволено было у нас не было такой проблем если кто кто-то хотел быть в церкви христовой пожалуйста никаких проблем не было я всегда то есть это получается вы знаете когда я был первый класс у нас от 45 детей которые были в классу 40 был даже лопост на 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 рождество на пасху это где было а у сербии сербия македонии и где меня было у югославии это это было благословенно допустимо так ну давай здесь у нас висят вопросы некоторые которые задавали что самое важное в священнике для жителей сша качество самое главное у священника должно быть чтобы он служил сша но ты как бы сказал что любящим пастырем добрым ну вот может еще что-то добавить надо понимать людей надо понимать что мы находимся в такой стране где люди люди не живут духовную жизнь так как бы было надо потому что если мы у нас есть пасха она не подпадает когда у католики и протестанты тогда наши люди имеют проблем брать свой свободный день быть быть действительным действительно почути что это это пасха наши люди тогда заранее договариваются чтобы у них был свободный день как но взять на этот день то есть на католики на протестантскую пасху у них выходной законный а на православную не надо за свой счет отгул брать конечно ну вот я знаю что ты не просто только лишь священником ты еще и трудися вне храма не относительно просветительской деятельности а то есть 2 работа у тебя есть ты работаешь еще в полиции да вот как вот прихожане твой относится к тому что ты и батюшка и полицейский вы знаете у нас то у нас есть такое если это было как ранее мое мое занятие я этого закончил школы и было этого это с другой стороны я работаю в канцеларии и самым тем являюсь я как капелланом за всех людей хожу в тюрьмах исповедую людей причащаю людей у врачебницах дома старых это 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 очень хорошо с другим если если надо сказать это хорошо потому что если у вас есть такой документ что вы то есть что есть полицейский вас задерживает на улице дороже это они отпускают вас и скажу окей иди ты спешишь до людей и так дальше кто не знает капеллан это как вы как военный священник да так ну давай бачка еще тут один неотвеченный православная церковь в сша относится к рпц ну православная церковь в америке она имел очень много юрисдикция по перше юрисдикция и у нас есть американская православная церковь которая была когда-то давно метрополия русска и русская церковь дала им автокефалию но эту автокефалию не признали греческая церковь все православные признают и признают и признают благодать американской православной церкви которая наибольшее прихожа при приходе умеет иметь но у нас есть и сербская и болгарская и грузиска и иогийская румынская православная церковь красная церковь речёв московской патриархия равославной церкви за 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 рубежом и у нас есть много юрисдикции так что это 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 нормально мы все сослуживаем, каноничные священники с каноничными священниками сослуживают. Мы служим разу в литургию, и этого нормально. Бывает. По благо самого митрополита. У меня недавно одна замечательная подписчица появилась, которая часто такие интересные вопросы задает. И вот сейчас задают, что-то полиция и священство, это странно. Странно за тех людей, которые странно за тех людей. Я дам просто отговор. Это странно за людей, которые ничего не имеют духовного в церкви, потому что, если бы люди знали апостола, Павла, который сказал, что и священники, и полиция, и армия, вояки, они делают слово Божье. Они служат Богу. Если в тех часах в армии было так, что они наказывали, або полиция наказывала преступников, а мы прекрасно знаем, что 10 Божьих заповестей, они тоже находятся и у закону державы. Не украды, не убы, не делай, что плохо. И если человек, который таких людей, которые этого делают, забирают и покладывают в тюрьму, так само и священник имеет свое дело, их сделать лучшими людьми, так и само полиция делает Божье дело, то у апостола Павла, который обращается людям, скажет. Ну, сами прихожане, сами верующие люди, как к этому относятся, что ты в полиции трудишься? Еще. Это надо таких людей у тюрьмы увидеть? Нет, нет. Я заключен их в тюрьме, это понятно, что это наш как бы такой вот миссионерский такой подвиг. А вот сами прихожане, ну, как вариант привожу, вот он в воскресенье у престола стоит служит, а завтра я его в понедельник в полицейской форме на улице встретила. Меня никто на улице так не встречает, потому что мое дело есть у канцеллари. Ну, в общем, переводчик, как переводчик, документы какие-то. Конечно. Я спрашиваю, почему этот вопрос возникает, потому что бывают же разные должности в полиции, там, следователь, там, или... Который может, по сути, и убить, да? Вот, допустим, догонять преступника. У меня нету этого. У меня нету этого. Это нечистое препятствие потом служить. То есть ты человека убил. Нет, нет, у меня нет этого. Да, а в данной ситуации, чтобы люди понимали, что ты именно в канцелярии с бумагами, ну, как переводчик. Так, вот пишут, что интересно у вас там в Америке все происходит. Что... Так, что вам выглядеть как подвог? Не знаю, что такое подвог. Так, но вам же поливать крови нельзя. Ну, в общем, это, наверное, вот именно мы сейчас ответили, да, это мы то, что ответили, что в канцелярии. Если столько чудес, это не прелесть? Ну, если взять первые христианские препятствия, одни были чудеса, одни чудо. Да, это не прелесть. Прелесть, который люди вычувают, когда ставятся чудеса, это недовольная вера этому человеку. Поэтому он думает, что это прелесть. И ничего не делаем от того, что Господь нам не сказал делать. Наша молития и каждое чинодейство есть чудодейство. И если что вы хотите сказать, я не понимаю. Нема священника, который не совершает чудеса. По-перше, наибольшее чудес есть, когда он претворяет хлеб в тело и вино в кровь. Это наибольшее чудо. А потом и другие рождают в крови. Конечно. И это тоже чудо, о котором люди никогда не думают. Другое, если люди увидели воскрешего из мертвых, Лазара, тоже не поверили. Если они увидели тех людей, которые были больны и стали здоровы, тоже не поверили. Поэтому что стало с человеком, которого Христос воскрес? Почему он воскрес? Чтобы Христа поклав в свою могилу? А что стало со слепым, который начал видеть, чтобы он познал Христа и сказал «Расните его?» Это мы не делаем. Я хочу сказать, потому что в этих чудесах каждое чинодейство есть чудодейство. Но только, если не происходит, это... нам Господь дал ответ на этот вопрос. Он сказал «О, роды неверны, когда я вас буду терпеть?» Это залежит и от нас, как священника, и тех людей, которые приехали, которые пришли до церкви и просили Божью милость. Это от Бога происходит. Спрашивают немножко раньше, спрашивали, есть ли еще другие батюшки, которые занимают какие-то посты. Не знаю, как у нас в Думе, может быть, или какие-то еще должности есть, какие-то занимают. Чем вторая работа, ты же видишь других священников, чем они еще занимаются помимо пасторского служения, как ты в полиции, к примеру? Вы знаете, снова скажу, если я работаю, другую работу, потому что я могу изобрать день, который я хочу работать, если я скажу два дня в месяц, это будет только два дня в месяц. Так что для меня это не такая классическая работа, но это можно сказать и хоноральная работа. Ты говоришь, работа как хобби, это не основное и необязательное. Не основное и необязательное, потому что это просто меня нравится, я люблю. Другое, если как священник я держусь святого полностью, потому что святый апостол Павел сказал, кто алтару служит, от алтара живет. Это правильно, я этого закона держусь. Другую работу это зависит от священника. Кто хочет, он работает, кто не хочет, он не работает. Но сами прихожане нормально относятся к этому? Говорят, батюшка, ну, хотите, работайте, или нет? Мои прихожане, я честно вам скажу, это лучшие люди, которые я знаю на свете, у мира. они очень хорошенькие, они добрые, они про все говорят, так что для меня у меня нету потреба делать и работать другую работу, так что они стараются про все. Они лучше всех мне дают то, что мне надо, так что хочу еще раз им сказать спасибо за это. Молодец. Тут спрашивают, поминаете ли патриарха? Тут вопрос задается о патриархе Кирилле, но у тебя же свой митрополитный... патриарха неофит. Конечно. Это по канонам, снова скажу, это по канонам священнику не надо поменять патриарха, он поменяет только своего правящего епископа, митрополита, но тут в Америце, чтобы мы знали какая это церква, это такая практика, что мы все поменяем и патриарха. Когда поменяем епископа, после этого поменяем патриарха. Так что мы нашего патриарха можем с конец уже... Ну вы своего патриарха поминаете, не русская православная церковь. Конечно, это бы было не канонично. Это было безаконно. Просто кто не знает, если я служил в Русской православной церкви, то я поминаю своего архерия и патриарха своего русской православной церкви. Если бы я в Румынской православной церкви служил, то я поминал своего румынского епископа, который надо мной, и патриарха вместо блюстителя. То есть в зависимости от того, какая это церковь, поместная там или какая-то. Вот. Батюшка, что тогда, когда мы поменяем своего патриарха, а патриархи поменяют каждого патриарха. Значит, наш болгарский патриарх поменяет патриарха Кирилла как настоятеля этой русской православной церкви, поменяет патриарха Иринея Сербского, поменяет патриарха Константинопольского или другой патриарх, который есть. Так что они должны переживать за эти вещи. Но она умничка. Она иногда хорошие вопросы задает зачастую, поэтому будем отвечать на них. В самом начале женщина пишет, что не успела услышать, где служит батюшка. Служу своему храму 26 патриархских мучеников в Чикаго. Тоже так само две недели в Чикаго. Я две недели находился в Баффало. У меня храм еще один. Святый день – это как день рождения храма. Да. Батюшка, что ты сам хотел бы рассказать? А то я вопросы задаю. Может, сам чем-то хочет поделиться? Давайте, батюшка, лучше, чтобы я ответил на вопросы. Ну, вот, зачастую всех в том числе интересует... Давай без цифр, оченька. просто тебе достаточно финансов для жизни и для всей твоей семьи? Конечно. Это достаточно. Это более от этого, что потребует каждый человек. Я снова скажу. Своих людей, которые приезжают в мой храм, и я им очень благодарен, потому что они больше, но что надо, меня дают. Ну, это наверное, без того, что ты так заслужил уважение, любовь у них, поэтому они наверное более к тебе так и относятся, да? Мы как семья. Мы как семья. Если нету в нашем храме, мы всегда переживаем из-за этого человека, питаем, где он сегодня на службе. Потому что наши люди, они приезжают постоянно каждое воскресенье, если я в Чикаго, они приезжают в Чикаго, так что если я в Баффало, они приезжают в Баффало. Но ты говорил, что 9 часов езды от одного до другого храма у тебя. 9 часов. 9 часов. Так. У меня больше территории святого апостола Павла. Да. Если так не храм один в Нью-Йорк штату, а потом меня надо через Нью-Йорк, штат, потом Пенсивания, потом Ухайо, потом Индиана и после этого Иллиной. Но 9 часов это же очень далеко. Вот я допустим отсюда, от себя в Краснодар еду 2 часа. Я устаю очень. 2 часа. Другая дорога. 200 километров. Нет, но это тоже трасса. Трасса как бы нормально, более-менее дорога, просто что едешь 110-120, это уже если превышаешь. А так если спокойно ехать 110, то это минимум 2 часа. хорошо. Ну отец Константин, я хотел вам сказать, что если мы идем по дорозе, которая в Америке, это нормально. 4-5 часа, 10 часов, это нормально. Я уже 2 года езжу так и привыклый. уже за меня проблемы нету. Два раза в месяц или один раз в месяц ты ездишь? Две недели, я задержусь в Чикаго, за неделю в Баху. Раз в месяц ты туда-обратно так ездишь? Конечно, но я задержусь, я живу два недели, так что это не так тяжко. Ну, тут еще вопросы задавали, пока ты отвечал. Сколько храмов открывается в Чикаго в год? Это никто не знает, потому что зависит от потребностей людей. У нас православие конечно меньше в Чикаго. Город это большой, но я не знаю по сути очень много храмов имеют сербская православная церковь, русская зарубежная церковь, болгарская у нас только два храма, я и Святая София, отец Груйо, Санков, только нас два в Чикаго, от болгарской православной церкви. Но Румыни имеют церкви, украинцы имеют под Константинополем три церкви, так что думаю, что в Чикаго есть 50-60 церковь православных. А сколько населения? Это никто не знает точно, потому что очень много людей нелегально живут в Чикаго, но 5 миллионов на 6 миллионов. Ну вот так, с кем ведете? веду эфир с батюшкой из Америки Чикаго, замечательный батюшка, если кому-то будет желание вопрос лично задать, можете подписаться на батюшку, у него на страничке конечно нет фотографий, где он как батюшка, он больше в мирской одежде, но вы видите, батюшка замечательный, просто очень скромный. Правильно все сказал? Ну, вы знаете, я просто не хотел своих одежу священничьего, это за меня свято, так что если бы был сайт сделан по нашей церкви, это другое, но это приватное, я не хотел, у меня есть такое, такая думка. Так, Олеся спрашивает, основные причины проявления бесноватости, какие? Вы знаете, я вам скажу другое, 6 лет я работаю как экзорцист и могу вам сказать, что это по-разному бывает. Будешь еще 95% у меня у приходу есть украинцев западной Украины, у них так много есть колдуни, и если у них растет ребенка, если что-то он напуганил, что-то там происходило, они пойдут до какой-то бабушки сливать воск, сделать такое паление, заполить спичку и потом покладать воду или что-то там они делают, это нормально. Люди тогда открывают душу своих людей, своего ребенка, брата, сестры за пришествие духов зла, и это бывает. Если ты сам знаешь этого, когда мы крестим ребенка, тогда мы на концу когда мы поможем этого ребенка, скажем, печатар Духа Святого, когда человек является живым храмом Духа Святого, и тогда, когда мы запечатали этого Миром Святым, мы тогда закрыли двери за пришествие других духов, кроме этого, которого мы с этим крещением по Божьей воле конечно покликали, и Дух Святый настанився, и человек стал храмом живым. Если человек пойдет до колдунья, он открывает добровольно открывает двери своей души, и это час, в котором приступают и наступают духовы зла на человека, это один. Другое, если мы увидим, что дети сегодня играются с планшетом, телефоном, разных мультиков, которые это нормально выглядят как демонические, это тоже хорошая дорога за преступление Духа Ночитого. Страх это от дьявола, и всегда когда человек имеет страх, он недостаток иметь веры в себя, и тогда это бывает. Если человек скажет святые апостоли, если он три недели не принял святую тайну причастия, это на четвертую он перестает быть христианином, и больше этого он слаб, он такой сильный, чтобы добраться духами поднебесными, то есть без небеса. Неоднократно уже писали, как все-таки ты чувствуешь, что он бесноватый? Есть какие-то ощущения? У него нет реакции на священную воду, у него есть реакция на не это у него реакция, у тебя, как ты чувствуешь, что он бесноватый? Я хотел сказать, когда я проявляюсь в комнате, где находится бесноватый человек, он реагирует самым на меня, он проявляет себя в бесу, кричит, матюкается, матерится, говорит непонятным языком, проявляя себя как собака, как волк, так что это он реагует на меня, это видно, что он небесноватый. А может, ты просто ему не понравился, поэтому на тебя и гавкает? Это не было так. Просто если мы пришли к ему, он реагирует на крест. Он любит, он не хочет. Он матерится на Бога, на Пресвяту Богородицы, на святителя. Отче, если мы увидим, я не знаю ни одного человека, и уже до сих час не почув человека, который матерится на дьявола. Но матерится на Бога и на святителя своих я чул. Самое удивительное, что человек без сознания лежит, ничего сказать не может, помогите, помолитесь, а матом ругается практически. Когда от наркоза отходят, зачастую, я сталкивался с такими вещами, ничего сказать не может, лыка вяжет, а матерится четко, чтобы все понятно. Но я скажу, я никогда не чул человека, который матерится на дьявола, но очень много людей почул, которые матерятся на Бога, святителей своих. И ангели с небеса увидели даже и чули, сколько людей матерится на Бога и на святителей своих. лишение так, что дьявол в своей чести пред людям стабильше от Бога. Кому они больше поклоняются? Дьяволу, конечно. А почему? Если люди стают бессноватые, они стают слухи дьяволе. И вы знаете, люди скажут, я этого не хотел. Но дьявол не имеет и не имеет силы. Его сила, она знищена, когда Господь воскрес, пошел в ад и связал силу дьяволскую. Но другое, если он связанный, люди сами приходят до него, он сделает свое дело. То так, как собака. Если она связана, ты пришел достаточно близко, она тебя спокусает. Так и человек дьявол не приступает без Божьей проведенности и допущения Божьего. Если человек своим делом не показывает, что он не слух дьявол и что он идет, и что его тянет до дьявола. Ну да, в общем, приди и возьми, я тебе свободно разрешаю. Конечно. Пишут, надо съездить вам, отец Константин, к батюшке, будет интересно посмотреть. Ну конечно, если у вас есть желание, батюшка, пожалуйста, приезжайте к нам, в наш храм, будете служить нам, так что я буду очень рад. Ну в общем, на перспективу пока будем планировать, а там как Господь управит. Так, очень у нас остается 10 минут. Давай мы, может быть, дадим возможность людям, дорогие наши сейчас подписчики, зрители, пожалуйста, у кого какие-то вопросы к батюшке или ко мне, пожалуйста, пишите, потому что у нас осталось 10 минут эфира, если есть какие-то вопросы, мы с радостью ответим, потому что у нас с батюшкой мы неоднократно уже беседовали, какие-то интересы, свои вопросы обсуждали, как бы нам важно, что вам было бы полезно для души. Какой церкви относится ваш приход? Болгарской православной церкви, канонической, которая относится, конечно, к сослужению с русской православной церкви. Так, сын после операции, ну, в общем, я сразу буду переводить, потому что некоторые не всегда понятно, просят помянуть его в молитвах, он после операции. Хорошо, как его зовут? Только имя напишите, имя не написали, как его. Так, пожалуйста, сохраните эфир, не успела все послушать, помолитесь обо мне. Это вот Олеся пишет, которая иногда вопросы такие интересные задает, у нее сейчас она хороший человек, безусловно, но у нее такое вот смятение духа, она, я так понимаю, больше склоняется к тем, кто о патриархе не молится, тем, которые, как бы, кстати, вот ей бы был твой ответ интересен. Здесь в России все больше и больше хотят везти единый паспорт, всякие чипы и тому подобное. Как вот с этим обстоит дело в Америке? С биометрическим паспортом? У американцев еще в Америке нету биометрических паспортов, и они не дают. Ну, карточки такой, какой у Руси есть, но вы знаете, это первый крок до зомбования людей, это если мы, у нас есть чип паспорта, если у нас чип, который в других вещах, я считаю, что это есть ненормально, но можно терпеть. Но если бы пришел час, когда у нас руку, пальцы, чело, око, они имеют делать этого, ни в каком случае, как пишет Святой Евангелие, не принято. Это все нормально. Когда ты патриарха, я не понял этот вопрос. Патриарх, здесь люди к определенной категории людей, они крещеные в православной церкви, но они не напоминают Святейшего Патриарха Кирилла, считая, что он экуменист и тому подобное. Я, конечно, кардинально с этим не согласен. Если можно, я даю отговор на этот вопрос. помню. Ответ, да. Хорошо, ответ. Я отвечаю сейчас. Вы знаете, если они считают, что Святейший Патриарх Кирилл я грешный человек, мы все грешные люди. Если считают, что он экуменист и что-то другое, я считаю, что больше надо молиться. Мы ничего не сделаем. Если мы увидим великую тенью, батюшка, там стоит, молимся за город, за все, которые живут в этом городе. В этом городе живут и мусульмане, и католики, и протестанты, и баптисты, и бесноватые, и сатанисты. Если мы молимся за город, мы никого не сделали другим человеком, но это мы молимся, нам не нужно молиться за каждого человека, который в этом городе живет, где мы живем. Поэтому нам молиться за патриарха, если мы считаем, что он не святейший, это надо. Если мы считаем, что он грешный, это надо. Потому что молитвой ничего не сделаем. Если мы не молимся за человека, который нам и зло делает, это то, не это, на который нас Бог призвал. Господь же сам сказал, благословляйте ненавидящих. Ненавидят, да, и молитесь за те, которые вас ненавидят. Тоже так само. А тут тебя ненавидят, а ты и не хочешь. Вот, значит, ребеночка написали, сейчас две секунды, Денис зовут, Денис Дианиси, да, в крещении, вот, может ли пара повенчаться, если муж был венчат. Ну, мы знаем, до трех раз максимум можно венчаться, но лучше один раз и на всю жизнь. Второе, третье, скажем так, венчание, только по благословению владыки может совершаться, я, опять-таки, после, может быть, прохождения эпидемии... Вы знаете, наш митрополит, конечно, разрешает, но каждый священник на своем приходе имеет свою автономию. Он, если отпускает грех, он звонит митрополиту или епископу по телефону и питает его, мне надо отпустить грех, если нет. Но он, как и кажу в молитве, властью его менеданную отпускает грех рабу Божьему тому и тому. Значит, власть, которую мы имеем, она и от Бога дана нам. Конечно. И мы у имя Бога отпускаем грех. Так само у имя Бога и делаем каждое таинство. Это, может быть, не надо каждым разом звонить митрополиту и беспокоить человека за этого, но это каноны прописывают. Позвоните допуск митрополита. А если наш митрополит есть, как и митрополит за Америку, Канаду и Австралию, если я его по телефону не могу найти, то что меня? Не повинчать людей? Этого не делать? Не, я делаю, потому что митрополит, если я что-то против канонев сделал, я бы больше не был на этой парафии и приходу. Так что он меня, как каждый священник, имали владика у своей церкви. Поэтому он имеет свою автономию. Если сказал, что это было надо, то и надо. Надо венчать другим разом людей, это надо утвердить, кто этому был вины и что-то там забрать. я чуть-чуть повторюсь дополнен на этот вопрос в русской православной церкви. Приходите на приход, общайтесь с батюшкой, желательно тот, который увенчал, пишется письмо владыке с объяснением причины и владыка уже присылает ответ, то ли вам пройти какой-то вот такой эпидемию молитвенный труд определенный, то ли благословить если надо, батюшка, если надо, потому что человек, если он пьяница, а он является у церкви как Христос, а женщина это церква, дети, это парфиане, это прихожане, и если Христос, то человек предстает быть Христом, а пьяницем, который приниживает свою жену, бьет детей, он предстает быть Христом, и церква не должна идти за таким человеком, почему тогда дать эпидемию женщине, поэтому если разобраемся, разобрать это надо, и тогда человеку запрещается другой брак, а женщине может конечно сейчас вообще нету понятия церковный развод, сейчас есть понятие брак, утрачивший каноническую силу, то есть совсем проще сказать, что вы утратили по причине кого был развод или кто руку поднимает, то есть он своим греховным состоянием уничижил таинство, можно так, если совсем банально сказать. я бы сказал батюшка, что больше этого, что брак не начинается самым чином брачным, который мы делаем в церкви, если мы венчаем людей, брак начинается от этого момента, который люди договорились жить разом. Что бы было, как меня задают вопрос, как надо женщине, которая в браку вести себя, а я скажу всегда, что мы все знаем, как имеем совесть, у нас есть совесть, голос Бога у нас самым, и если нам надо знать, как женщина, которая в браку, и надо вести себя, поводить себя в браку, а что за женщину, которая вообще не имеет брака, живешь человеком, значит, это не можно, и надо знать закон, а ты все можно, нет, это брак начинается от часа, когда люди встречались и поняли, что они одно за другом, и начинают жить разом. Бачка, у нас 20 секунд осталось до конца эфира, выскочил уже у нас предупредитель такой определенный, я очень тебе искренне благодарю. Редактор субтитров